Итак, здравствуйте дорогие мои! Мы продолжаем наш проект Модный приговор своими руками На предыдущих встречах мы с вами научились снимать мерочки и подготовили техническое задание Вот сейчас перед вами лежит техническое задание Значит, с левой стороны вернее здесь вы видите технический эскиз напоминаю, состоит оно из трех частей полочка и спинка На нашей базовой выкройке мы будем строить нагрудную выточку которая будет выходить из горловинки Будем выполнять приталийный силуэт за счет введения вот этих талиевых выточек Они показаны Спинка будет содержать тоже талиевые выточки и плечевые выточки которые обеспечивают нам выпуклость со стороны лопаточек Следующий параметр это мерки Следующее что мы должны обязательно знать и выписать себе в техническом задании это измерение нашей фигурки Я вам выписала, как они называются как они записываются И ниже я записала вам вот в этом вот вот в этих пяти строчках записала значение тех мерочек, которые мы будем сегодня использовать Как пользоваться вот таким вот такой подсказкой Первая строчка полуобхват груди полуобхват талии полуобхват бедер Фактическое значение 48, 38, 52 и так далее Я буду оперировать вот к этим названиям буду показывать, что из них чего обозначает и вы будете смотреть соответственно те мерочки, которые здесь откладываются И третье необходимое условие это правильный выбор прибавок Ткань Для того, чтобы правильно выбрать прибавочки нужно знать, конечно, из какой ткани мы будем выполнять то или иное изделие Договоримся с вами о том, что наша ткань будет самая обычная Это не трикотаж Это не очень сильно тянущаяся ткань Может быть с каким-то небольшим стрейчевым эффектом И вот такое вот платье-футляр или вот такая вот базовая конструкция полуприталенного силуэта будет нами постепенно построена Итак, я убираю вот эту картинку потому что технические приспособления мои не позволяют показывать и то и другое одновременно Сейчас я буду выполнять построение вот здесь рядышком Но сюда буду двигать и показывать вам тогда обращаться к этому когда нам это будет нужно Итак, вся необходимая информация у нас с вами есть Напоминаю еще раз Это технический эскиз То есть наша цель наши мерки и наши прибавки И мы начинаем строить Любое построение по моей методике будь то ткань или будь то миллиметровая бумага на столе оно начинается с линии низа И в моей книге написано так и написано если вы к ней будете оперировать и будете ее читать чтобы вам было понятно я, конечно, настаиваю просто на этом Построение начинается с того что в левом нижнем углу мы строим прямой угол с вершиной в точке N Вот точка N провели линию вправо и провели линию вверх Вот эта линия которая идет вверх эта линия будет являться серединой передней половинки а линия, которая идет вправо будет являться линией низа Следующая наша задача нужно определить ширину сетки то есть нам нужно найти линию середины спинки Для этого мы смотрим на самую широкую часть нашей фигурки В нашем случае это бедрышки SB первая строка третья цифра 52 Фигурка довольно стандартная вы видите, я об этом уже вам говорила Пока нужно научиться на первых порах строить наши базовые выкройки на фигурки простые, понятные, стандартные чтобы меньше было в них исключений исправил для того, чтобы все усложнения не происходили с вами у вас уже позже и более сложные какие-то моменты они наслаивались на понятные, простые тогда вам будет проще гораздо решить поставленные перед вами задачи Итак, мы смотрим на мерочку 52 самая широкая часть на фигурке и тут же смотрим на прибавки прибавка по бедрышкам раз это бедрышки значит прибавка по бедрышкам 0 прибавляем, соответственно, прибавку в данном случае 0 ширина сетки получается 52 но при этом мы обязательно проверяем прибавку по груди каким образом мы это делаем меня просто часто спрашивают где используется прибавка по груди используется она в проверке посмотрите, каким образом значит, сообразив, что ширина вашей сетки будет 52 плюс 052 вы отнимаете от этого значения полуобхват груди 48 получается 4 4 это то расстояние от тела до одежды которое будет выполняться на нашей выкройке смотрим на прибавку по груди 4 нас все вполне устраивает поэтому ширина сетки 52 нам подходит и мы начинаем построение в том случае, если прибавка по груди оказывается меньше 4 а скорее даже меньше 3 внимание минимально допустивая прибавка по груди 3 сантиметра мы вынуждены будем сделать с вами остановку и откорректировать ширину сетки для того, чтобы изделие в области груди не оказалось нам маловатым и тесным видимо, в этом случае скорее всего мы сталкиваемся с вами с фигуркой так называемого верхнего типа у которой бедрышки немножко больше вернее, бедрышки немножко меньше чем нужно чем 4 сантиметра наша классическая разница и поэтому, естественно при выборе ширины сетки ориентироваться на бедра нам не нужно в этом случае мы выберем ширину сетки ориентируясь на грудь и вот тогда будет работать прибавка по груди то есть мы будем выбирать ширину сетки полуобхват груди плюс прибавка по груди та, которую мы вот здесь вот с вами придумали, выписали и задали себе в самом начале ну а в нашем случае мы все-таки еще раз повторяю бедра плюс прибавка 52 и мы вправо откладываем 52 работаем вот такими вот линеечками закройщика вы видите, их продают так, как вам понятно вот так, видимо, вам видно, да линейка закройщика купите себе для начала осваивайте все в теории вот на таких вот маленьких масштабных масштабных чертежах ну или если вам угодно можете работать сантиметровой лентой и работать сразу на большой миллиметровой бумаге итак, от точки N вправо откладываем 52 сантиметра пишем точечку N2 название точки N2 и откладываем наверх проводим наверх перпендикуляр это середина спинки это середина спинки смотрим на мерочку длина изделия она у нас 60 так как она у нас измерялась от линии низа от талии вниз то мы от точки N вверх откладываем 60 и у нас получается линия талии напоминаю еще раз по моей методике я откладываю длину изделия от талии вниз нахожу на линеечке или на сантиметровой ленточке 60 устанавливаю эту циферку в точку N и наверх откладываю 60 сантиметров появляется точка T не убирая линеечки вниз откладываю линию бедер линия бедер величина стандартная у стандартной опять же фигурки 17-18 сантиметров пожалуйста возьмем 18 сантиметров буква B проводим линию талии строго горизонтально помните сантиметровая ленточка у нас была параллельно полу вот поэтому мы ее делали параллельно полу во время снятия мерочек что я линию талии никуда не прогибаю она у меня тоже строится параллельно линии низа появляются точки T2 и B2 затем ставим карандашик в точку T от точки T вверх напоминаю что это у нас середина передней половинки я откладываю самую длинную часть полочки а в нашем случае это мерка длина до талии по переду вот где она написана в нашем случае это 44 сантиметра сразу же посмотрите на эти мерки я уберу сейчас нам понадобится мерочка которая называется высота груди вспомните посмотрите вспомните где она измеряется от высшей точки плечевого шва вниз по полочке на у нас 27 запомним эти циферки переходим к построению от точки T вверх мы откладываем 44 сантиметра находим 44 ставим в точечку T откладываем откладываем наверх 44 точка A 0 вниз 7 сантиметров это константа где константа там я буду писать вам циферки буква V это глубина горловины будет у нас полочки и сразу же вниз откладываем мерку высоты груди буква G 0 через точку G 0 вправо проводим линию груди точка G2 от точки A0 вправо откладываем 7 сантиметров константа точка A и циркулем соединяем точку V и точку A или от руки или лекалом или сантиметром или как вам будет удобно от точки G0 это середина передней половинки вправо откладываем мерку которая называется CG расстояние между центрами груди что измеряли вот здесь она у нас написана то и откладываем 10 сантиметров напоминаю что эта мерочка была нами измерена 20 мы поделили пополам получилось 10 и уже эти 10 мы и откладываем 10 сантиметров точка C соединяем точку A и точку C получилась левая сторона нагрудной выточки нужно посчитать ее раствор я вот здесь вот справа буду его выписывать раствор нагрудной выточки равен ШГ2 минус ШГ1 минус ШГ1 умножить на 2 плюс 2 опять же смотрим ШГ2 это у нас 22 ширина груди первая над грудью это 17 подставляем значения 22 минус 17 получится 5 умножить на 2 получится 10 и прибавить 2 получится 12 значит от точки A вправо я откладываю 12 сантиметров вправо от точки A вправо 12 сантиметров дуга радиусом 12 сантиметров измеряем циркулем на линеечке проводим вот так дугу провели дугу нужно уравнять стороны выточки это закон стороны выточки всегда уравнивается ставим ножку циркуля в точку С грифель ставим в точку А и таким радиусом проводим еще одну дугу в предыдущем направлении появилась точка А1 А1 соединяем точку А1 с точкой С затем от точки А вправо мы откладываем плечо плечо у нас 13 сантиметров поэтому мы циркулем сразу откладываем дугу радиусом берем радиус равный 13 сантиметров проводим дугу вправо провели дугу и вспоминаем что вот от точки С вверх мы измеряли мерочку которая называлась у нас высота плеча косая переда написано высота плеча косая переда посмотрите где последняя строчка последняя цифра и наше значение 25 значит мы выбираем радиус равный 25 25 ножку циркуля ставим в точку С и в этом направлении проводим дугу точка получилась P1 P1 и здесь я позволю себе сделать остановку потому что на самом деле мы должны посмотреть где у нас окажется точка соответствующая плечевая со стороны спинки и только после этого продолжать наше построение ну и время наше к сожалению вышло поэтому на этом месте мы с вами сделаем остановочку продолжение в следующем видео всего вам хорошего до новых встреч всегда ваша Галина Коломейко до новых встреч Продолжение следует...